Вот на данный момент у него сахар 6,7, и стрелочка говорит о том, что сахар начинает медленно снижаться. Информацию об уровне сахара в крови своего сына Софья Брындина получает в режиме реального времени. Цифры на смартфоне выдаёт приложение, которое синхронизируется с датчиком системы мониторинга. Её маленький Саша носит постоянно. Умный гаджет помогает ребёнку жить полноценной жизнью, не беспокоясь о внезапном ухудшении самочувствия. Если что-то пойдёт не по плану, его мама получит своевременный сигнал. Мы с сахарным диабетом заболели, когда нам было 8 месяцев, 8,5 месяцев. На данный момент нам уже 8 лет, у нас даже практически 8 лет уже будет в ноябре месяце. И благодаря, конечно, системе мониторинга глюкозы в крови мы полностью отслеживаем, какой у ребёнка уровень сахара в крови. Один датчик стоил 4,5 тысячи, сейчас он стоит в порядке уже 5 тысяч, его хватает только на две недели. То есть, грубо говоря, нужно в месяц два датчика. С этого года получить подобную систему можно бесплатно. Всё благодаря новому законопроекту. Его региональный Минздрав разработал по поручению главы области. Подобной помощи нуждались четыре сотни маленьких пациентов. Именно столько детей состоит на учёте с диагнозом «сахарный диабет». Это статистика по всей Ульяновской области. Направление для получения медикаментов выписывает лечащий врач. Данное обеспечение этим системой позволяет ребёнку обычному вести полноценную жизнь. То есть, нет ограничений, к примеру, физической активности в кружках и так далее. Пищать ту же школу, ходить на выставки. То есть, это нужная вещь, которую все они так ждали. Ждали и сами дети. Для них такая система безболезненна. Ранее пациенту приходилось регулярно колоть палец для определения уровня глюкозы в крови. Малыши переносили этот этап со слезами. Сейчас на их лицах улыбка. Сохранить её поможет запас систем и других медикаментов для лечения. Аптечный пункт номер два на Камышинской принял транш из трёх тысяч лекарств. Это включая тест-полоски и иглы для ведения инсулина. Александра Никитина и Даниил Сурков. Управда. ТВ.